Привет всем! Студия Алексей Мартынов и это программа Ставропольского Государственного Аграрного Университета «Студент.АУ». В финальной игре спортивного проекта «Большой прорыв» встретились команды четырех учебных заведений Ставрополя. За победу все боролись не на шутку и игра получилась действительно напряженная. Финал «Большого прорыва» сейчас в самом разгаре и за победу борются четыре команды. По итогам первого конкурса в лидеры выбились команда Аграрного Университета и СКФУ. Именно эти две команды в течение всего финала буквально вырывали победу друг у друга. И если сборная федерального университета сделала ставку на спортивную подготовку, то агрики решили к высокой скорости и технике добавить неординарный подход ко всем конкурсам. А потому ребята перед каждым выходом на лед меняли образ. В строительном конкурсе, к примеру, перевоплотились в монтажников. А на этапе по сервировке стола на скорость успели не только расставить посуду, но и пригласить туда прекрасную пару в качестве гостей. Одним словом, не уставали поражать зрители и жюри. Напряжение нарастало с каждым конкурсом. И, наконец, в одном из самых сложных этапов агрикам удалось блестяще выиграть. Так что на последний творческий конкурс они вышли с уверенностью победителей. И буквально покорили всех своим энтузиазмом и выдумкой. В выступлении команды Аграрного нашлось место и романтичным танцам, и юмору, и зажигательному флешмобу, и даже пейерверкам. Замиранием сердца зрители следили за поддержками, прыжками и сложными вращениями фигуристов. Теперь осталось последнее испытание – дождаться вердикта жюри. А мы решили узнать у команды, что они сами считают изюминкой своего выступления. Ну, наверное, все-таки пиротехника. Мы хотели так зажечь немного. И у нас, я думаю, это прекрасно получилось. Мы зажгли. Не знаю, мне все понравилось. Мне тоже. Мы все сделали так, как, наверное, было задумано, и все сработало. И каждый участник команды, и на флешмобе. В общем, все получилось хорошо. Все было замечательно. Всем все, думаю, понравилось. И вот решающий момент. Второй раз победителями проекта «Большой прорыв» становится команда Аграрного университета. И когда утихли овации, об итогах финала мы поговорили с капитаном нашей команды. Расскажи, как проходила игра. Были ли сложные моменты? Игра проходила очень напряженно. Соперники в этом году очень достойные, очень быстрые. Сложный конкурс для нас был это санки с оленями, оленя упряжка. Ну, немного не дотренировали. Но зато на остальных конкурсах мы были очень быстрые и очень подготовленные. Капитан Агриков признается, что на пять игру отработала не только команда, но и ее болельщики. Когда я в первый раз увидел наших болельщиков, я был в шоке. Их было больше всего. Я стоял, еще переодевался, но я уже слышал, как кричали «Аграрный». Это очень помогало и поддерживало. Большое им спасибо за это. Сами болельщики тоже были рады помочь любимой команде. Не только горячей поддержкой, но и делом. Мы вчера весь день готовились. Все помогали огромной такой командой дружной Аграрного. Реквизиты, творческие моменты, спортивные моменты. И вот собрались, подготовились. И на одном духе мы, я думаю, заслуженно взяли еще раз звание чемпионов этого большого прорыва. А с теми, кто в ближайшие годы обязательно совершит большой прорыв в туристической индустрии, на этой неделе встретилась ведущая рубрики «Компас профессий» Александра Бакалюк. Всем привет! На факультете социально-культурной сервиса «Туризм» сегодня мы будем изучать направление «Туризм». Профессию, непосредственно связанную с путешествиями и с организацией отдыха. Ну а где, как ни в студии туроперейтинга, лучше всех знают об организации туристических маршрутов и планировании путешествий. Студия открыта всего пару месяцев и является по-настоящему уникальной лабораторией. Данная студия является практической площадкой для студентов, для того, чтобы они могли реализовывать непосредственно полученные навыки и знания на практике. Это непосредственно общение с клиентами, разработка своих собственных уже турпродуктов не только на русском языке, но и в том числе на иностранных языках. Буквально через несколько недель на базе студии туроперейтинга заработает настоящая турфирма. В ней каждый желающий сможет купить путевку в любую точку мира или подобрать экскурсию. Разработкой маршрутов и продажей туров будут заниматься студенты. И прибыли от будущих продаж тоже получат именно они. Но студентка второго курса Диана Беспалова, когда разрабатывала свой проект экскурсии по Ставрополю, не думала о заработке, а просто хотела предложить жителям и гостям города интересный маршрут. У нас был предмет организации туристической деятельности, и как задание нам было разработать туристический проект. И желательно в нашем крае, чтобы повышать его турпроверекательность. Я вот разработала по городу Ставрополь. Мой проект называется «Живопись Ставрополя». И именно в этом проекте я хотела бы познакомить гостей и жителей города Ставрополя с живописью именно нашего края, нашего города. Ну а для тех, кто хочет побывать не только на городских экскурсиях, студенты разрабатывают маршруты по региону Кавказских минеральных вод и курортам Северного Кавказа. Там они и сами нередкие гости. Студенты направления туризм нередко отправляются в настоящие турпоходы. Но чтобы научиться ставить палатки и пользоваться специальной страховочной системой в горах, ребята сначала тренируются в более спокойных условиях. Ребята не только объяснили мне премудрость использования туристического арсенала, но и пригласили присоединиться к ним уже в следующем походе. Я с удовольствием приняла их предложение. На факультете принят практикоориентированный подход к обучению. Максимально использовать его преимущество позволяет отличная материально-техническая база. Новейшее оборудование и современные подходы к обучению помогают студентам с первого курса погрузиться в свою будущую профессию. А к окончанию вуза они и в совершенстве владеют необходимыми для работы знаниями и навыками. И работодатели уже с нетерпением ждут будущих выпускников аграрного университета. Этому поспособствовало включение региона КМВ в программу развития туризма на Северном Кавказе. В течение нескольких лет в крае появится огромная и неосвоенная в кадровом смысле площадка для реализации возможностей выпускников факультета. Нам нужно около 30 тысяч сотрудников на ближайшие 10-12 лет. То есть в стратегии 2020 года фигурирует цифра 41 тысяча мест. Поэтому, конечно, обеспечить такую огромную армию за столь небольшой промежуток времени это довольно-таки сложная задача. А сделать их еще и специалистами, а сделать их еще специалистами с большой буквы это дорогого стоит. Поэтому, конечно, мы расширяемся. Мы планируем введение новых дополнительных программ образовательной деятельности. Это гостиничное дело, это сервис, который будет даваться на английском языке, это прикладной бакалавриат по туризму и по сервису, это академический бакалавриат и по туризму, и по сервису, ну и, конечно же, это магистратура. Для того, чтобы студенты отточили полученные во время учебы навыки, здесь практикуются стажировки в странах с развитым туристическим сегментом. Например, в прошлом году полгода в греческой компании Музыниис Тревел проработала студентка четвертого курса Наталья Севрюкова. В наши обязанности входила непосредственно встреча туристов русских в аэропорту, введение трансферов, заселение в отель, помощь по всем вопросам, которые возникали непосредственно в отеле, с компанией, по Греции. Все-все-все решали мы, по сути. Плюс продавали экскурсии и отправляли на эти экскурсии. То есть ты общаешься, начиная от паломников, мамочек с детишками и кончаясь серьезными бизнесменами. Политики даже к нам приезжали, иногда встречались даже звезды. Сейчас Наталья готовится к следующей поездке в Грецию, а потом хочет вернуться и развивать туриндустрию в России. А на факультете тем временем работают над расширением партнерских отношений. Скажу вам на сегодня то, что у нас будет как минимум 3-4 очень мощных и сильных партнера в ближайший год, которые обеспечат нам, помимо практики стажировок наших студентов, в таких странах, как Швейцария, Италия, Франция и Германия, еще и работу. То есть я делаю сейчас ставку на трудоустройство наших специалистов в лучших отелях Швейцарии, тех стран, которые я назвал, и еще добавится Чехия. Мы уверены, что мы обзавелись серьезными и сильными партнерами, которые помогут нам осуществить мечту, в том числе и курортов Северного Кавказа, которые ждут специалистов, которые верят в то, что будет развитие Кавказа. И мы вместе с президентом и премьер-министром идем к тем же курсам. Все студенты, прошедшие стажировку за границей, говорят, что с таким опытом устроиться на работу не проблема. К примеру, Галина Скорых, еще даже не окончив вуз, уже легко нашла работы по профессии. И сейчас трудится в одном из лучших отелей Ставрополя. Она считает, что рекомендации международных партнеров факультета дорогого стоят. Международная практика играет большую роль, потому что, во-первых, сразу много вопросов, как ты туда попал, почему и что вы вынесли оттуда, тот багаж знаний. Когда ты говоришь, чем ты занимался и чем ты можешь заниматься сейчас, естественно, это является плюсом, и тебя принимают на работу. Галина говорит, что, как и ее однокурсники, она уверена, что созданные на факультете условия для эффективной учебы являются гарантией их выхода на рынок труда в качестве конкурентно способных и востребованных специалистов. На этом все, дорогие друзья. Увидимся на следующей неделе. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...